всем привет в этом видео обзоре я хотел бы с вами вот обсудить рассмотреть такое направление как пинчак силат по всему малайзийскому архипелагу известно свыше 160 школ практикующих школ развивающих и проповедующих вот это вот направление помимо этого еще нужно отметить что практически в каждой деревне существует свое собственное направление пинчак силат в котором ставится акцент на какие-то определенные навыки физические данные элементальные способности бойцов сам пинчак силат если мы посмотрим на него со стороны на поединке представляет из себя нечто похожее на танк судо на тэйквондо и на карате вот если вы допустим сравните между собой вот эти вот все техники вы поймете о чем я говорю и к тому же нужно еще дать должное тому что многие удары ногами особенно высокие удары ногами в пинчак силат очень похожи на танк судо или тэйквондо есть такая вот синтия чандраная она живет в малайзии и она тренируется и со своими напарниками партнерами работает именно в направлении пинчак силат и очень часто люди не сведущие в этом отношении выдают или говорят на нее когда видят ее технику работы с удары ногами говорят о так это же крутое тэйквондо нет ребята это никто не тэйквондо это именно пинчак силат и если вы посмотрите вот сейчас на экране на спарринге по этому направлению пинчак силат вы увидите что некоторые элементы могут напоминать отдаленно капоэйру но это уже чисто агроматические элементы которые ставят под собой имитацию движений диких животных если мы обратимся к истории создания пинчак силат то именно на этом и базировалась создание вот этого стиля то есть на имитации движений диких животных чтобы стать такими же сильными ловкими смелыми быстрыми ну и конечно же охотники использовали сам пинчак силат для того чтобы достичь более высоких результатов к примеру в охоте на каких-то животных считая что раз они повторяют движение вот этих вот животных то они могут их перехитрить им их же вот этим вот стилем передвижения то есть как говорится в поговорке бей врага его же оружием так вот соревнования по пинчак силат довольно таки колоритные интересные если мы опустим внешний вид вот этих вот бойцов с платочками на голове и перевязанные платками на поясах то мы заметим что действительно чтобы обладать вернее чтобы выполнять различные такие вот комбинации удары контрприемы блоки нужно обладать хорошими физическими данными как вот эти вот скажем спортсмены обратите внимание на то что среди всех вот этих вот направлений именно ответвлений пинчак силат есть сейчас уже очень много скажем так движений компилирующих различные хорошие техники хорошие комбинации взятые из того же тангсу до или из того же тэйквондо и привнесенные в пинчак силат что не делает его хуже а наоборот расширяет его возможности делает его более эффективным и более скажем так спрашиваемым среди тех людей которые хотят допустим ну заниматься каким-то боевым искусством в данном случае в данном случае мне хотелось бы все таки отметить что многие люди когда они утверждают что пинчак силат это все фигня это все вот эти вот малазийские заморочки проще заниматься боксом или борьбой в этом отношении эти люди не правы хотя бы потому что скажем так хотя бы потому что они если бы они чем-то занимались своей жизни то они бы не не утверждали вот этого что они иногда говорят вот у меня как-то появился под одним из моих видео человек и начал утверждать что допустим если ты выйдешь на улицу то любой гопник используя технику борьбы или технику бокса сможет победить тебя как-то эквандиста я этому человеку перечить не стал спорить с ним не стал я просто я высказал свое мнение по в обзорным видео по тэквондо и в этом же под этим обзором у меня появились люди которые действительно занимаются тэквондо до сих пор достигли хороших спортивных результатов и они опровергли мнение вот этого человека по поводу того что тэквондист хорошо занимающийся и имеющий опыт отгребет по полной программе на улице то есть то же самое можно сказать о людях которые занимаются годами этим же самым пинчак селатом особенно вот эти вот как бы сказать деревенские стили деревенские школы каждый вот каждая деревня как говорится сам пинчак селат это самобытная культура среди восточных единоборств но каждая деревня считает своим долгом поставить акцент на чем-то своем что они больше предпочитают и поэтому при встрече допустим на турнирах различных школ из разных деревень можно действительно увидеть хорошие самобытные приемы комбинации которые допустим не увидишь у одних и у тех или других представителей каких-то направлений этого пинчак селат и кстати хуго тронше если вы слышали о таком человеке который якобы разработал свой собственный стиль ведет свою собственную школу и все говорят вот интересно что же у него такое или у него карате или у него тейквондо или у него там не пойми что но что-то крутое у него обычный пинчак селат обычный пинчак селат компилированный с техниками сават вот такая вот гремучая смесь в которую входят и техники французского бокса сават и техники пинчак селат индонезийского индонезийского и кстати если вот кто-то возникнет допустим у кого-то возникнет мысль по поводу того что а вдруг этот пинчак селат все-таки принесли французские моряки в индонезию и это не что иное как обычный французский сават увы эти люди будут неправы потому что европейцы на европейском материке никак не могли знать тех техник которые уже изначально когда французские скажем так моряки приехали в индонезию увидели самобытную культуру самобытные вот эти вот боевое искусство они никак не могли научить индонезийцев драться вот в этом пинчак селат то есть передать им свое вот это вот искусство сават сават создавался отдельно пинчак селат создавался отдельно и попрошу вас об этом не забывать ну а сейчас просто посмотрите еще раз вот на вот эти вот движения на вот эти вот выступления представителей различных направлений пинчак селат ну и может быть и кто-то захочет заниматься пожалуйста всегда можно найти достаточно информации достаточно тренированных людей которые самоотверженно занимаются каким-то определенным стилем посвятили этому не один год не одно десятилетие для того чтобы достичь в этом стиле каких-то определенных результатов в общем я считаю я вот думаю что у меня более-менее так вот получился некоторый такой обзор на пинчак селат со своей стороны этим стилем я конечно не занимался но несколько раз я попадал на видеовыпуски на соревновательные видеозаписи этого стиля и я решил вам донести вот эти вот записи чтобы вы могли тоже на них посмотреть потому что не всегда и не везде можно это увидеть ну и конечно же стиль красивый стиль интересный в некоторых случаях в некоторых моментах он акробатический но нельзя забывать о том что каждое движение требует хорошей физической отдачи хорошей физической подготовки от каждого спортсмена в общем не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий и всем удачи пока